У меня родители против, у меня там некоторые друзья против не поддерживают меня вообще в этом. Но я решился, потому что мне это нравится. На первую татуировку Николай решился еще в 18 лет. Тогда это был небольшой рисунок на предплечье. За 4 года парень набивал новые, закрашивал старые. И даже когда добрался до лица, уровень ответственности не поменялся, рассказывает тату-модель. Я хотел набить себе какую-нибудь татуировку новую на лице. Разговаривал с мастерами, они говорят, а что ты хочешь? Я говорю, я не знаю. Ну вот сидел, думал, решал, думаю, надпись. Какую надпись, где? Я такой сижу, думаю, татуировки на лице уже есть. Думаю, терять нечего. А набью-ка я большую. А что бить буду? Ну, набью надпись, терять нечего. К слову, потерял Николай 12 тысяч рублей. Татуировка – удовольствие не из дешевых. Люди, говорит, реагируют по-разному. Дети на улице улыбаются, а бабушки открещиваются. А вот Владимира, например, реакция людей мало интересует. У него свой салон, где он и сам работает тату-мастером. Два года назад он решился нанести перманентный рисунок на лицо. До сих пор, говорит, не жалеет. Это уже, не знаю, путь жизни. То есть, это прям, как не знаю, стиль жизни. Но вот этими ограничишься? Если что-то в моей жизни произойдет, такое прям вот существенное, то есть, наверное, тогда еще что-то появится. Ну, то есть, это должен быть полноценным проектом. То есть, лицо – это есть лицо. И там специальная осознанность должна быть именно к этому. А не так вот лепить там все подряд. Мода на татуированное лицо началась еще в 2000-х. Ее воплощением стал Рик Дженест. Первое тату он сделал в 16 лет, а сейчас он – самая популярная модель. В Красноярске же необычный тренд появился несколько лет назад. Сделать перманентный рисунок на лице и глазе решился Никита Лесной. Он стал гостем программы «Новое утро» на ТВК. Вот как красноярцы тогда встретили его идею. Пару раз подходили, фотографировались. Ну, в основном, людям интересно. Ну, некоторые не обдобряют этого. Ну, я в основном езжу в наушниках, как бы, и не обращаю внимания на это. Сейчас требования общества к внешнему виду смягчились, отмечают мастера. В Новосибирске, например, молодой человек, полностью покрытый подкожной краской, уже давно ни у кого не вызывает удивления и осуждения. Однако психологи за всей этой романтикой видят четкие психологические процессы. Либо человек подражает массовой культуре, а значит, не вкладывает в татуировку никакого смысла. Либо причиной всему личные проблемы, которые появились еще в детстве. Я бы сказал, что татуировки у подростков скорее от отсутствия смысла. То есть как раз-то от того, что поиск смысла этого происходит, ну, осуществляется, и он, этот подросток, ищет себя, ищет себя, свое место в мире, то как раз-то он за счет этих технических средств, визуализации, автовизуализации, он и находит себе место. Но что бы ни стало причиной, выдержать последствия могут далеко не все. Сами мастера рассказывают, что знают случаи, когда люди, сделав эпатажную татуировку, были вынуждены отказаться от поездок в автобусе и прогулок. Не выдержали повышенного внимания, поэтому советуют сперва взвесить все за и против. Илья Филонов, Сергей Малафеев, Новости ТВК.